Монетарный совет Центробанка Венгрии повысил ключевую ставку на 100 базисных пунктов. Теперь она составляет 5,4%. В сообщении говорится, что инфляционные риски выросли из-за российско-украинской войны. Цикл повышения ставки начался в июне прошлого года. По мнению председателя Венгерского национального банка, инфляция в следующем году может снизиться до 3%, что означает ценовую стабильность. В Венгрии также повысилась средняя зарплата. В феврале для штатных сотрудников она составила 546 тысяч форентов до вычета налогов. Это на 31,7% больше, чем годом ранее, сообщило Центральное статистическое управление. За скачком средней зарплаты в первую очередь стоит полугодовая надбавка стражам порядка за ношение оружия, а также повышение МРОД. В понедельник в Венгрию снова прибыло более 10 тысяч беженцев. Из них 4 тысячи приехали из Украины, а остальные через Румынию. Снабжение беженцев идет бесперебойно. На границах во вторник наблюдалось оживление движения. Одной из причин является то, что закончилась православная Пасха, а также то, что возобновились атаки на центральные и западные области Украины. Поэтому многие решились уехать. Своей рекордной явкой на прошедших парламентских выборах венгровые и водины доказали, что Венгрия может на них рассчитывать, заявил министр иностранных дел в субботице. Петр Сиарту отметил, что в субботице проголосовало 60 тысяч 900 человек, что в полтора раза больше, чем в 2018 году. По мнению министра, венгровые и водины способствовали сохранению политического курса Венгрии. В популярном Будапештском парке Варуш Лигит 1 мая откроется новая достопримечательность. В рамках программы Лигит Будапешт в парке появится воздушный шар, с которого откроется уникальный вид на окрестности и на весь город. Такой воздушный аттракцион пользовался большой популярностью уже 120 лет назад. На этом у меня все. Благодарю за внимание. Увидимся завтра в это же самое время. Берегите себя и своих близких. До свидания. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...